Дмитрию Радченко всего 18. Три года назад он начал употреблять наркотики. Сначала была конопля, потом спайса, затем перепробовал почти все ЛСД, амфетамины и кодеиносодержащие препараты. Юноша признается, денег на дозу всегда не хватало, приходилось воровать и грабить. Потерял, грубо говоря, свое время, потерял доверие родителей, много настоящих друзей отвернулось. Ну и вообще здоровье уже. Хоть еще молодой, гнили зубы из-за кислоты, из-за наркотиков. То есть долго восстанавливался. Шесть месяцев Дмитрий будет проходить курс лечения в новом Харьковском центре реабилитации. Сначала двухнедельный эмоциональный карантин без связи с внешним миром. Затем, с зависимыми от алкоголя, наркотиков или азартных игр, начинают работать социальный педагог, психокорректор, нарколог, терапевт и психофизиолог. Программа основана на том, что человек должен развиваться в четырех направлениях. Физически, то есть здесь есть, вы видели сами, бассейн на улице, тренажерный зал, спортивная площадка, баскетбольная площадка, большой теннис, малый теннис, баня, бассейн. То есть здесь проходит именно детокс, скажем так, вот таким способом. И физический уровень заканчивается на определенном уровне, и тогда уже начинается, скажем так, психологический, эмоциональный уровень и интеллектуальный. Занятия спортом, посещение катков, кинотеатры и даже полеты на дельтапланах. Пациенты в центре учат радоваться простым жизненным мелочам, привлекают ребят к участию в социальных городских проектах. Они являются активными участниками различных социальных мероприятий, которые в городе происходят, активными волонтерами. В рамках нашей всеукраинской акции «Лепповедальность починается из МЭНа», которую мы совместно реализуем. Как раз она и направлена на профилактику негативных явлений, на поддержание здорового образа жизни. И проводим ряд совместных мероприятий, таких как школа волонтеров, где ребята обучаются волонтерской деятельности. Новый центр реабилитации получил название «Матери против наркотиков». По данным специалистов, на 70% успех лечения зависит от того, как поддерживают пациента его близкие и в какую среду он попадет после выздоровления. Поэтому для родственников наркозависимых работают специальные группы психологической помощи. Ирина Антонюк, Виктория Ивашкевич и Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».